Глава восьмая. Остальная пехота поспешно проходила по мосту, спираясь воронкой входа. Наконец, повозки все прошли, давка стала меньше, и последний батальон вступил на мост. Одни гусары эскадрона Денисова оставались по ту сторону моста против неприятеля. Неприятель, вдалеке видный с противоположной горы, снизу от моста не был еще виден, так как из лощины, по которой текла река, горизонт оканчивался противоположным возвышением, не дальше полуверсты. Впереди была пустыня, по которой кое-где шевелились кучки наших разъездных казаков. Вдруг на противоположном возвышении дороги показались войска в синих капотах и артиллерия. Это были французы. Разъезд казаков рысью отошел под гору. Все офицеры и люди эскадрона Денисова, хотя и старались говорить о постороннем и смотреть по сторонам, не переставали думать только о том, что было там, на горе. И беспрестанно все вглядывались, выходившие на горизонт пятна, которые они признавали за неприятельские войска. Погода после полудня опять прояснилась, солнце ярко спускалось над Дунаем и окружающими его темными горами. Было тихо. Из той горы изредка долетали звуки рожков и криков неприятеля. Между эскадроном и неприятелями уже никого не было, кроме мелких разъездов. Пустое пространство сожень в триста отделяло их от него. Неприятель перестал стрелять, и тем яснее чувствовалась та строгая, грозная, неприступная и неуловимая черта, которая разделяет два неприятельские войска. Один шаг за эту черту, напоминающую черту, отделяющую живых от мертвых, и неизвестность страданий и смерти. И что там? Кто там? Там, за этим полем и деревом и крышей, освещенной солнцем. Никто не знает. И хочется знать. И страшно перейти эту черту. И хочется перейти ее. И знаешь, что рано или поздно придется перейти ее и узнать, что там по ту сторону смерти. А сам силен, здоров, весел и раздражен, и окружен такими же здоровыми и раздраженно оживленными людьми. Так, ежели и не думает, то чувствует всякий человек, находящийся в виду неприятеля, и чувство это придает особенный блеск и радостную резкость впечатлений всему происходящему в эти минуты. На бугре у неприятеля показался дымок выстрела. Ядро свистя пролетело над головами гусарского эскадрона. Офицеры, стоявшие вместе, разъехались по местам. Гусары старательно стали выравнивать лошадей. В эскадроне все замолкло. Все поглядывали вперед на неприятеля и на эскадронного командира, ожидая команды. Пролетело другое, третье ядро. Очевидно, что стреляли по гусарам. Но ядро, равномерно быстро свистя, пролетело над головами гусар и ударялось где-то сзади. Гусары не оглядывались, но при каждом звуке пролетающего ядра, будто по команде весь эскадрон своими однообразно-разнообразными лицами, сдерживание дыхания, пока летело ядро, приподнимался на стременах и снова опускался. Солдаты, не поворачивая головы, косились друг на друга, с любопытством высматривая впечатление товарища. На каждом лице от Денисова до Гарниста показалась около губ и подбородка одна общая черта борьбы раздраженности и волнения. Вахмастер хмурился, оглядывая солдат, как будто угрожая наказанием. Юнкер Миронов нагибался при каждом пролете ядра. Ростов, стоя на левом фланге, на своем тронутом ногами, но видном грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большую публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. Но и в его лице та же черта чего-то нового и строгого против его воли показывалась около рта. — Кто там кланяется? Юнкер Миронов? — Нехакошо! На меня смотрите! — закричал Денисов, которому не стоялось на месте и который вертелся на лошади перед эскадроном. Курносое черноволосатое лицо Васьки Денисова и вся его маленькая избитая фигурка с его жилистую, с короткими пальцами, покрытыми волосами, кистью руки, в которой он держал эфес вынутой наголо саблей, было точно такое же, как и всегда, особенно к вечеру после выпитых двух бутылок. Он был только более обыкновенного красен, и, задрав свою мохнатую голову кверху, как птицы, когда они пьют, безжалостно вдавив своими маленькими ногами шпоры в бока доброго бедуина, он, будто падая назад, поскакал к другому флангу эскадрона и хриплым голосом закричал, чтобы осмотрели пистолеты. Он подъехал к Керстену. Штаб-ротмистер на широкой и степенной кобыле шагом ехал навстречу Денисову. Штаб-ротмистер с своими длинными усами был серьезен, как и всегда, только глаза его блестели больше обыкновенного. — Да что, — сказал он Денисову, — не дойдет дел до драки. Вот увидишь, назад уйдем. — Чок-ты-х знает, что делают, — проворчал Денисов. — А-а-а, Гастов! — крикнул он юнкеру, заметив его веселое лицо. — Оно дождался! И он улыбнулся одобрительно, видимо, радуясь на юнкера. Ростов почувствовал себя совершенно счастливым. В это время начальник показался на мосту. Денисов поскакал к нему. — Ваше превосходительство! Позвольте атаковать! Я их обхакину! — Какие тут атаки! — сказал начальник, скучливым голосом морщась, как от докучливой мухи. — И зачем вы тут стоите? Видите, фланкеры отступают. Ведите назад эскадрон! Эскадрон перешел мост и вышел из-под выстрелов, не потеряв ни одного человека. Вслед за ним перешел и второй эскадрон, бывший в цепи, и последние казаки очистили ту сторону. Два эскадрона павлоградцев, перейдя мост один за другим, пошли назад на гору. Полковой командир Карл Богданович Шуберт подъехал к эскадрону Денисова и ехал шагом недалеко от Ростова. Не обращая на него никакого внимания, несмотря на то, что после бывшего столкновения из-за Телятина они виделись теперь в первый раз. Ростов, чувствуя себя во фронте, во власти человека, перед которым он теперь считал себя виноватым, не спускал глаз с атлетической спины, белокорого затылка и красной шеи полкового командира. Ростову то казалось, что Богданович только притворяется невнимательным, и что вся цель его теперь состоит в том, чтобы испытать храбрость юнкера. И он выпрямлялся и весело оглядывался. То ему казалось, что Богданович нарочно едет близко, чтобы показать Ростову свою храбрость. То ему думалось, что враг его теперь нарочно пошлет эскадрон в отчаянную атаку, чтобы наказать его, Ростова. То думалось, что после атаки он подойдет к нему и великодушно протянет ему раненому руку примирения. Знакомый павлоградцам с высоко поднятыми плечами фигура Жиркова он недавно выбыл из их полка. Подъехала к полковому командиру. Жирков после своего изгнания из главного штаба не остался в полку, говоря, что он не дурак во фронте лямку тянуть, когда он при штабе, ничего не делая, получит наград больше, и умел пристроиться ординарцем к князю Багратиону. Он приехал к своему бывшему начальнику с приказанием от начальника Арьергарда. «Полковник», — сказал он свою мрачную серьезностью, обращаясь ко врагу Ростова и оглядывая товарищей, «Велено остановиться, мост зажечь». «Кто Велено?» — угрюмо спросил полковник. «Уж я и не знаю, полковник, кто Велено», — серьезно отвечал Корнет. «Но только мне князь приказал, поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорее и зажгли бы мост». Вслед за Жирковым к гусарскому полковнику подъехал свитский офицер с тем же приказанием. Вслед за свитским офицером, на казачьей лошади, которая на силу несла его галопом, подъехал толстый Несвитский. «Как же, полковник!» — кричал он еще на езде. «Я вам говорил мост зажечь, а теперь кто-то переврал. Там все с ума сходят, ничего не разберешь». Полковник неторопливо остановил полк и обратился к Несвитскому. «Вы мне говорили про горючие вещества», — сказал он. «А про то, чтобы зажигать, вы мне ничего не говорили». «Да как же, батюшка!» — заговорил, остановившись Несвитский, снимая фуражку и расправляя пухлой рукой мокрые от пота волосы. «Как же не говорил, что мост зажечь, когда горючие вещества положили!» «Я вам не батюшка, господин штаб-офицер, и вы мне не говорили, чтоб мост зажигает. Я служба знаю, и мне в привычка приказание строго исполняет. Вы сказали, мост зажгут, а кто зажгут, я святым духом не могу знать». «Ну вот, всегда так!» — махнув рукой, сказал Несвитский. «Ты как здесь?» — обратился он к Жиркову. «Да затем же! Однако ты отсырел, дай я тебя выжму». «Вы сказали, господин штаб-офицер!» — продолжал полковник обиженным тоном. «Полковник!» — перебил свитский офицер. «Надо торопиться, а то неприятель пододвинет орудие на картечный выстрел!» Полковник молча посмотрел на свитского офицера, на толстого штаб-офицера, на Жиркова и нахмулился. «Я буду мост зажигать!» — сказал он торжественным тоном, как будто бы выражал этим, что, несмотря на все делаемые ему неприятностей, он все-таки сделает то, что должно. Ударив своими длинными мускулистыми ногами лошадь, как будто она была во всем виновата, полковник выдвинулся вперед и второму эскадрону, тому самому, в котором служил Ростов под командою Денисова, скомандовал вернуться назад к мосту. «Так и есть!» — подумал Ростов. «Он хочет испытать меня!» Сердце его сжалось, и кровь бросилась к лицу. «Пускай посмотрит, трус ли я!» — подумал он. Опять на всех веселых лицах людей эскадрона появилась та серьезная черта, которая была на них в то время, как они стояли под ядрами. Ростов, не спуская глаз, смотрел на своего врага, полкового командира, желая найти на его лице подтверждение своих догадок. Но полковник ни разу не взглянул на Ростова, а смотрел, как всегда, во фронте строго и торжественно. Послышалась команда. «Живо! Живо!» — проговорило около него несколько голосов. Цепляясь саблями за побудья, гремя шпорами и торопясь, слезали гусары, сами не зная, что они будут делать. Гусары крестились. Ростов уже не смотрел на полкового командира. Ему некогда было. Он боялся. С замиранием сердца боялся, как бы ему не отстать от гусара. Рука его дрожала, когда он передавал лошадь коноводу, и он чувствовал, как со стуком приливает кровь к его сердцу. Денисов, заваливаясь назад и крича, что-то проехал мимо него. Ростов ничего не видел, кроме бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бренчавших саблями. «Носилки!» — крикнул чей-то голос сзади. Ростов не подумал о том, что значит требование носилок. Он бежал, стараясь только быть впереди всех, но у самого моста он, несмотря под ноги, попал в вязкую растопнанную грязь и, споткнувшись, упал на руки. Его обижали другие. «По обои, старова! Ротмистер!» — послышался ему голос полкового командира, который, заехав вперед, стал верхом недалеко от моста с торжествующим и веселым лицом. Ростов, обтирая испачканные руки Аретузы, оглянулся на своего врага и хотел бежать дальше, полагая, что чем он дальше уйдет вперед, тем будет лучше. Но Богданыч, хотя и не глядел и не узнал Ростова, крикнул на него. «Кто посередине моста бежит? Направо сторона! Юнкер! Назад!» — сердито закричал он и обратился к Денисову, который, щеголяя храбростью, въехал верхом на доски моста. «Зачем рисковать, рот, мистер? Вы бы слезали!» — сказал полковник. «Э-э-э, виноватого найдет!» — отвечал Васька Денисов, поворачиваясь на селе. Между тем, Несвицкий, Жирков и Свицкий офицер стояли вместе вне выстрелов и смотрели то на эту небольшую кучку людей в желтых киверах, темно-зеленых куртках, расшитых с нурками и синих ритузах, копошившихся у моста, то на ту сторону, на приближавшиеся вдалеке синие капоты и группы с лошадьми, которые легко можно было признать за орудие. Зажгут или не зажгут мост? Кто прежде? Они добегут и зажгут мост или французы подъедут на картечный выстрел и перебьют их? Эти вопросы с замиранием сердца невольно задавал себе каждый из того большого количества войск, которые стояли над мостом и при ярком вечернем свете смотрели на мосты гусаров и на ту сторону, на подвигавшиеся синие капоты со штыками и орудиями. «Ох, достанется гусарам!» говорил Несвицкий. «Не дальше картечного выстрела теперь!» «Напрасно он так много людей повел!» сказал Свицкий офицер. «И в самом деле!» сказал Несвицкий. «Тут бы двух молодцев послать! Все равно бы!» «Ах, ваше сиятельство!» вмешался Жирков, не спуская глаз с гусар, но все с своей наивной манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли, что он говорит или нет. «Ах, ваше сиятельство!» «Как вы судите!» «Двух человек послать!» «А нам-то кто же Владимира с бантом даст?» «А так-то хоть и поколотит, да можно эскадрон представить и самому бантик получить!» «Наш Богданыч порядки знает!» «Ну,» сказал Свицкий офицер, «это картечь!» Он показал на французские орудия, которые снимались с передков и поспешно отъезжали. На французской стороне тех группах, где были орудия, показался дымок, другой, третий, почти в одно время. И в ту минуту, как долетел звук первого выстрела, показался четвертый. Два звука, один за другим и третий. «Ох!» охнул Несвицкий, как будто о жгучей боли, хватая за руку Свицкого офицера. «Посмотрите, упал, один, упал, упал!» «Два, кажется». «Был бы я царь, никогда бы не воевал», сказал Несвицкий, отворачиваясь. Французские орудия опять поспешно заряжали. Пехота в синих капотах бегом двинулась к мосту. Опять, но в разных промежутках показались дымки и защелкала и затрещала кортечь по мосту. Но в этот раз Несвицкий не мог видеть того, что делалось на мосту. С моста поднялся густой дым. Гусары успели зажечь мост, и французские батареи стреляли по ним уже не для того, чтобы помешать, а для того, что орудия были наведены и было по ком стрелять. Французы успели сделать три кортечные выстрела, прежде чем гусары вернулись к коноводам. Два залпа были сделаны неверно, и кортечь всю перенесло, но зато последний выстрел попал в середину кучки гусар и повалил троих. Ростов, озабоченный своими отношениями к Богданычу, остановился на мосту, не зная, что ему делать. Рубить, как он всегда воображал себе сражение, было некого. Помогать с зажжением моста он тоже не мог, потому что не взял с собою, как другие солдаты жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту будто рассыпанные орехи, и один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перилы. Ростов подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать. «О, бросьте ради Христа!» закричал раненый, но его все-таки подняли и положили. Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивает чего-то, стал смотреть надаль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо спокойно и глубоко, как ярко и торжественно опускающееся солнце, как ласково глинцевито блестела вода в далеком Дунае. Еще лучше были далекие, голубейшие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые домакуш туманом сосновые леса, там тихо, счастливо. Ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели бы я только был там, думал Ростов. Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут стоны, страдания, страх, и это неясность, это поспешность. вот опять кричат что-то и опять все побежали куда-то назад, и я бегу с ними, и вот она, вот она, смерть надо мной, вокруг меня, мгновение, и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья. В эту минуту солнце стало скрываться за тучами, впереди Ростова показались другие носилки, и страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни, все слилось в одно болезненно тревожное впечатление. Господи Боже, тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня, прошептал про себя Ростов. Гусары подбежали к коноводам, голоса стали громче и спокойнее, носилки скрылись из глаз. — Штоп, гад, понюхал погаху! — прокричал ему на ухо голос Васьки Денисова. — Все кончилось, но я трус, да, я трус, подумал Ростов и тяжело вздыхая взял из рук коновода своего отставившего ногу грачика и стал садиться. — Да это была кортечь? — спросил он у Денисова. — Да еще какая! — прокричал Денисов. — Молодцами габотали, а габота сквегная, атака любезное дело, губа и в песе, а тут чок знает что, бьют как в мишень. И Денисов отъехал к остановившейся недалеко от Ростова группе полкового командира Несвицкого, Жиркова и Свицкого офицера. Однако, кажется, никто не заметил, думал про себя Ростов. И действительно, никто ничего не заметил, потому что каждому было знакомо то чувство, которое испытывал в первый раз необстрелянный юнкер. — Вот вам реляции будет, сказал Жирков. Глядишь, у меня в поручке произведут. — Доложите кнезу, что я мост зажигал, сказал полковник торжественно и весело. — А коль про потерю спросят? — Пустичок, пробосил полковник. — Два гусара ранено и один наповал, сказал он с видимую радостью, не в силах удержаться от счастливой улыбки, звучно отрубая красивое слово наповал. — Продолжение следует...